Всем привет еще раз. Назвал свою презентацию так немножечко. Попытался зарегистрировать. Попробуем увидеть невидимые. Что я имею ввиду под этим? Что же можно увидеть? Можно попробовать увидеть невидимые для глаза микродвижения, заснятые на камере. Можно попробовать увидеть незначительные изменения цвета. Покраснение, пожелтение, позеленение, неважно. Или света. И можно посмотреть еще раз на старую тему. События, которые происходят слишком быстро. Которые, например, нельзя зафиксировать камерой, у которой частота захвата кадров слишком маленькая. Ну, помимо этого, еще можно попробовать работать с любыми данными, с рукавыми, либо с данными сенсоров, которые имеют волновую природу. То есть можно попробовать услышать, почувствовать и прочие разные интересные штуки. Как это работает? По сути, весь алгоритм заключается в том, что мы должны отфильтровать наши данные. Я буду сейчас дальше говорить об изображениях, потому что это актуально, над чем я работал. Отфильтровать данные на предмет областей, где происходят те самые микроизменения. А затем попробовать эти микроизменения отмасштабировать. То есть увеличить амплитуду и сделать их видимыми для глаза. Ну, пример, который, собственно... Да, я расскажу, что по мотивам данных и исследований института МАИД, и их интересный пример из медицины, это они наблюдают за рукой, за пульсацией вены, которую, в принципе, невозможно увидеть невооруженным глазом, но увеличив амплитуду, можно увидеть, как пульсирует кровь, и тем самым, например, замерить частоту пульса. Где можно применить? Пропустил один момент. Для чего все это делаем? Делаем это для того, чтобы попробовать отфильтровать данные. Потому что, так как мы собираемся эти данные с ними работать потом, то есть увеличивать амплитуду, фактически мы можем измерить верхнюю и нижнюю границы колебаний. И именно для этого интересно. То есть не обязательно увеличивать амплитуду, достаточно найти данные, в которых эта амплитуда есть, и математическими алгоритмами их померить. Где можно использовать? Применить можно в медицине, как я сказал, для пульса, в безопасности, смотреть, например, в частоту дыхания человека. Если он вдруг начинает медленнее дышать, это значит, что, скорее всего, он засыпает, и, например, стоит его предупредить, если он за рулем автомобиля. Ну, всякие интересные вещи, просто можно наблюдать за миром вокруг нас и смотреть, какие микроколебания есть. Какие у меня возникли, собственно, проблемы? Проблемы по части алгоритмики. Достаточно сложный алгоритм с многими параметрами. Именно подбор параметров для конкретного нахождения таких областей и увеличения амплитуды, собственно, очень проблематичная задача. Технический алгоритм достаточно емкий, и так как я собирался его сделать в реал-тайме, у меня не получилось, это была техническая проблема. Плюс к техническим проблемам я отношу, конечно, такие проблемы, как неплохо было бы сначала попробовать с хорошего оборудования, а потом улучшать, теряя в качестве видео. Оборудования тоже не было. Внешние факторы. Очень сильно, что я заметил, например, мерцающие лампы, которые отражаются, соответственно, на лице, они сразу же дают кучу проблем. Хотя это там фиксированное колебание, там 60 Гц или сколько в этих лампах, сразу видно, что оно подсвечивается при увеличении амплитуды. Куда хочу двигаться дальше? Дальше все-таки хочу в реал-тайме, есть у меня одна идейка, и попробовать альтернативные подходы к фильтрации. Тоже не получилось, к сожалению, но хочу двигаться в сторону реал-тайма. Например, можно подготовить датасет. Пас три минуты. Вопросы. Я закончу. Подготовить датасет, в котором будет на вход видео с микроколебания недометный видный класс, на выходе, подготовленное при помощи алгоритма видео, где колебания уже видны, и попробовать обучить нейронную сеть, сделать переход от первого ко второму. Где демка? Демка выглядит примерно вот так. Сейчас я попробую показать два варианта. Первое, это с освещенностью, тоже короткий, потому что оригинальное видео и видео с увеличенными колебаниями. Здесь как раз то, о чем я говорил, хорошо видно, как подсвечивается лампа, и сзади и над головой у меня летает шарик, который тоже изменяет цвет, и поэтому освещенность. Есть еще у меня небольшая демка. Я приступил также, помимо того, что начал смотреть на цвет, начал смотреть на движение. Сейчас, одну секунду. Вот это там. Двери. Спасибо. Это демка. То есть, если взять простую разницу, можно посмотреть на шумы, но... Сейчас, секунду. Но, в принципе, достаточно простой алгоритм, который позволит микроколебаниям сделать меня видимым. Я вот сейчас немножечко шатаюсь, и видно. Начинаю махать рукой. То есть, в принципе, мне удалось отсвильтровать зону, в которой есть микроколебания. К сожалению, это все. Но я сду ваши вопросы. Зачем, что вы уходите от микроколебания, какие области используются? Какие общие справки использовали? Использовались, собственно, видеоряд разделен пирамидой Лапласа. То есть, он сначала смазан, потом восстановлен. Восстановлены ребра, и отслеживаются разницы между кадрами. И этого, в принципе, достаточно, чтобы определить зоны этих мелких колебаний путем подбора параметров, даже глубины просто построения пирамиды Лапласа. Определился разницы между кадрами? Да, этого было достаточно, чтобы определить, хотя бы зоны, над которой работать. С цветом то же самое, только в глубину цвета и работа с разными... Я пробовал разные цветовые схемы, удалось попробовать. С RGB на ней работать полностью. Переход на схему с освещенностью вот тот акцентат, который дал. Да. Ну, все, сделалось за хакатон, даже чуть-чуть меньше, потому что идея зашел только к 10 утра. Спасибо, Топчик Тим. Еще раз хайпайте. Спасибо. Спасибо. Ребят, спасибо организаторам большое за вот эти вот два дня, которые позволили расслабиться и позволили потратить время вот на новые идеи. Вот так вот. На мистическом.